Добрый день, уважаемые телезрители! Еще известный российский поэт Йосиф Бродский говорил, мы живем в этом мире безвыходно материальном. И одним из инструментов для скрытия этих материи, вернее, самым главным инструментом служит физика. И сегодня у нас в гостях директор Института физики Казанского федерального университета Сергей Иванович Никитин. Здравствуйте! Добрый день! А также с вами журналисты Альберт Бегбов и Рустам Вафин. Сергей Иванович, мы с вами сегодня встречаемся в преддверии завершения учебного года и в преддверии ЕГЭ и вступительных экзаменов в Казанский федеральный университет. И поэтому мы наш разговор построим с тем, которые интересуют родителей самих, определяющихся в своем жизненном пути абитуриентов. Скажите, пожалуйста, сколько студентов в 2019 году примет Институт физики КФУ? Спасибо за вопрос, но я не смогу на этот вопрос ответить кратко. Наверное, я должен сначала пояснить, что такое наш институт. Потому что, когда говорит Институт физики, предполагается, что вот здесь вот люди занимаются только физикой. На самом деле, наш институт в настоящее время можно разделить грубо на две половины. То есть это некое традиционное классическое физическое образование и инженерное образование. Поскольку в настоящее время без инженерного образования невозможно ни строить, ни разрабатывать новые технологии, ничего делать существенного в промышленности. И объединяющее слово физика, оно является, естественно, на всех специальностях. Но объединяет оно следующим образом. Самые основы в любой технологии все равно физика. Поэтому говоря вот о том, сколько у нас студентов, я сразу скажу, что у нас есть направление подготовки физика. В рамках этого направления подготовки у нас есть два профиля подготовки. Это физика квантовых систем и квантовые технологии. Одно направление, которое связано с самыми последними достижениями, разработками в области материалов для квантовых технологий, квантовых технологий для коммуникации, для передачи информации, для защиты информации и так далее. Второе направление – это физика живых систем. Поскольку детальное изучение и понимание, что же на самом деле происходит в живых системах, мы начинаем с подготовки физика живых систем. Всего на направлении физика мы в этом году на бюджет принимаем 50 человек. Сергей Иванович, а скажите, какое соотношение все-таки бюджетных мест и коммерческих? Примерно, я могу сказать, всего, если интегрально говорить всего, но я немножко позже подробнее остановлюсь на каждом направлении, на бакалавриат и специалитет в этом году мы принимаем 270 человек на бюджетные места. Примерно по опыту прошлых лет это будет около 100-110 человек на контрактные места. Вот примерно у нас такое соотношение. И если сравнивать с другими специальностями, направлениями подготовки, то все-таки надо говорить следующее, что в отличие от юриспруденции экономики и других направлений, по направлению технические науки, по направлению физика, математика, не только в Казанском университете, но и во всей стране достаточно большое количество бюджетных мест, поскольку эти направления, они чрезвычайно актуальны для развития науки, технологий нашей страны. То есть это востребовано? Это очень востребовано. Иногда это кажется, что не совсем так, но реально это очень востребовано. И если вы позволите, я вот дальше пойду по нашим направлениям подготовки. Сюда восемь. Второе направление подготовки — это информационные процессы и коммуникационные киберфизические системы. То есть, по сути дела, все, что связано с передачей информации. Значит, и второй профиль подготовки в рамках радиофизики — это квантовая и СВЧ-электроника. Это все, что связано с физикой лазеров, физикой систем, предназначенных для генерации и передачи информации на сверхвысоких частотах. На это направление мы принимаем 45 человек на бюджет. Третье направление — это направление традиционное для нашего института и нашего университета — это астрономия. Ну, я немножко уйду в историю. Дело в том, что первая кафедра астрономии в России была создана в Казанском университете. И на самом деле это мы — направление, которое у нас и в науке, и в образовании развивается достаточно интенсивно. Значит, профиль подготовки, на который мы будем осуществлять прием в этом году, — это астрофизика и космология. Здесь, наверное, я обязательно должен сделать несколько пояснений. Дело в том, что если смотреть на саму специальность астрономии, это чисто научная специальность. Чисто научная специальность. Но в рамках вот того профиля, который мы реализуем, начиная с этого года, есть четыре поднаправления, на которых студенты расходятся после третьего-четвертого курса. Это и, так сказать, астрофизика — отдельное направление. Это космология — все, что связано с общей теорией относительности, с теорией гравитации и так далее. Значит, третье направление — это специалист по эксплуатации астрономического оборудования, то есть это более инженерная специальность. И четвертое — это учитель физики, извиняюсь, учитель астрономии в школе, оговорился. Поскольку так или иначе мы даем двойной профиль, чтобы это была и физика, и астрономия, поскольку в школе просто не хватит часов на учителя астрономии. Поэтому я вот и оговорился, что все равно это будет учитель и физики, и астрономии. Теперь я перехожу к более инженерным специальностям. В направлении подготовки геодезия. Профиль — это наземные космические технологии получения геодезических данных. То есть это все, что связано с картографией, с построением точных планов, ортопланов, используя космические технологии, данные получаемые с искусственных спутников Земли. И то, что мы можем получить, используя беспилотные летательные аппараты. И в том числе учим студентов, начиная с оборудования, которое используется на Земле. Но реально в настоящее время практически это оборудование, так называемое теодолитой и так далее, оно уже не используется. Мы рассчитываем только на все, что получаем от спутников или беспилотных летательных аппаратов. Значит, на самом деле это очень востребованная специальность, поскольку любое строительство, любое планирование, всего чего угодно, оно начинается, так сказать, с карты местности, построения планов, построения 3D-планов и так далее. Это еще одно направление. Но сразу вам скажу, а при чем здесь физика? А вот для того, чтобы понять, как использовать правильно космические технологии для получения данных, для того, чтобы понять, как правильно обрабатывать данные беспилотных летательных аппаратов, как правильно с ними обращаться, без знаний физики здесь невозможно. Значит, есть еще одно интереснейшее направление, которое мы, наверное, уже 7-8 год, так сказать, у себя, 7-8 лет назад открыли, это инноватика. Даже по своему звучанию кажется, что это направление, ну, что-то больше связано с экономикой. Но на самом деле это не так. То есть вот профиль, который мы реализуем, это управление инновационными проектами в сфере высоких технологий. Значит, в чем идея? Это инженерная специальность. И для того, чтобы человек мог управлять проектом, реализовывать деньги, когда мы разговариваем со студентами, взять в долг деньги в банке или, так сказать, у папы с мамой, он всегда должен до конца понимать этот проект. А это означает, он должен знать физику, математику, химию, всевозможные способы, так сказать, обработки информации, в том числе, так сказать, и черчение, ну, естественно, имеется все на компьютере и так далее. И в том числе и экономику, и, так сказать, начало юриспруденции и так далее. То есть это такая смешанная, сложная специальность. Буквально, наверное, дней 10 назад он разговаривал с руководителем РНД-центра компании Сибур, всем известная компания, и когда он узнал, что у нас есть такая специальность, он горячо поддержал это направление, поскольку Сибур несколько лет назад, он не указал точно, принял решение, что людей без технического образования на руководящих постах быть не должно. Наплодили руководители проектов, которые не понимают, какой проект они ведут, не понимают технической сложности этих проектов, и теперь это упущение надо уверствовать. Обязательно, потому что, ну, наверное, это где-то кажется даже возвратом к старой советской системе, когда каждый руководитель, он рос от своих технических знаний. Сейчас мы стараемся, это был процесс долгий, чтобы это ускорить, мы постараемся дать и те, и другие знания, чтобы ребята могли этим пользоваться. И получается у вас своеобразный и пахарь, и чтец, и на трубе игрец, он и экономист, он и проектант, ну, вернее, он и руководитель проекта. Руководитель проекта, тот, который, понимаете, взять на себя ответственность за заметные финансы или организовать свой бизнес, это можно либо поверить кому-то, либо его понять до конца. Такой вопрос, а давно ли это, давно ли это специальность? У нас эта специальность, наверное, уже, вот мы сделали 4 или 5 выпусков по этой специальности. Уже есть? Да, уже есть, и они очень востребованы. Все ребята тут же либо организовывают собственный бизнес, либо работают, значит, ну, где-то в разных фирмах, и, значит, сразу вот перескакивая немножко на магистратуру, у нас есть также магистратура по этому направлению, и тогда те люди, которые, скажем, учились там по направлению другому, они могут в магистратуре приобрести дополнительно некоторые знания, поскольку базовая математика, физика, химия у них уже есть, и в этом смысле, так сказать, они уже станутся более востребованы на, значит, вот рынке, именно, так сказать, управлением высокотехнологичными проектами. Если не секрет, число бюджетных и коммерческих мест по этой специальности? У нас бюджетных мест в этом году 22, в прошлом году у нас было 20 бюджетных мест, в этом году нам дали на два бюджетных места больше, но набрали мы в прошлом году 30 контрактников и вот 20 на бюджетные места. То есть у нас получилось в прошлом году две группы на первый курс по инноватике. И желающих много? Желающих достаточно много, но надо понимать, что реально мы, так сказать, можем обучать. Группу не может быть больше 30 человек и не может быть меньше 20-25, поэтому мы вот оптимизируем во время приема, так что если получается, то две группы. Скажите, а ведь проектант, вот о том, что вы сейчас говорили, это же особенность психики, наверное, даже психологии человека. Как вы отбираете людей там? Значит, смотрите, на самом деле, наверное, здесь не наша задача отбирать, поскольку мы не можем запретить поступить в рамках того, когда у нас есть план приема по ЕГЭ, да? Здесь мы не можем, как бы, что-то делать. Мы можем помочь реализовать потенциал, но на самом деле оно и так и получается, что те ребята, которые вот они больше мотивированы на, так сказать, развитие бизнеса, на создание каких-то предприятий, они идут на это направление. Ну, в сравнении, скажем, с направлением там физика, когда ребята есть, которые вообще о бизнесе не думают. Они думают о том... О черных дырах. Да, они думают о черных дырах, они думают о, так сказать, там, квантовых технологиях, об устройстве мира и так далее. В жидком водороде. Ну, это, как бы, так сказать, да, это уже, так сказать... Ну, если вы позволите, я пойду дальше. Да, то есть мы вот эту тему будущих Илон Масков, которые вот этот вот готовят факультет, мы ее сейчас закроем и перейдем к следующему. Да, да, если можно, так сказать, я сразу скажу, что у нас есть специальный коллектив людей, которые отвечают на вопросы по всем направлениям подготовки, есть, так сказать, во всех, так сказать, мессенджерах, там, каналах и так далее, общественных, есть свое представительство. И, пожалуйста, все вопросы, если я что-то там, естественно, в таком разговоре упустил, я уверен, что я упустил много, вы всегда, пожалуйста, в любой может обратиться. У нас всегда существуют дни открытых дверей. Это и социальные сети, да? Да, и социальные сети есть. Не только университетская. Нет, и социальные сети у нас свои, там есть канал в Инстаграм, есть, так сказать, в Телеграм-канал, есть свои сообщества студентов, которые, кроме нас, я имею в виду, кроме, так сказать, сотрудников института, организуют общение с абитуриентами. Поэтому это достаточно широкое сообщество, и там возможность общаться. Уважаемые телезрители, появились новые вопросы, задавайте, с удовольствием ответят. С удовольствием отвечу, всегда рад буду ответить. Ну, и, если позволите, я продолжу дальше раскрывать первый вопрос. Значит, следующие два направления, они связаны с информационной безопасностью. Когда мы живем в рамках четвертой цифровой революции, естественно, самое дорогое – это информация. И информацию, если она деньги, то ее надо уметь защитить. То есть, если раньше деньги были в банке, и банк надо было защищать, то сейчас надо защищать информацию. И вот у нас есть бакалаврское направление по информационной безопасности, значит, которое, значит, специализируется на информационной безопасности автоматизированных систем. Значит, здесь я должен сказать следующее, что абитуриенты могут стать перед выбором, поскольку есть информационная безопасность в Институте вычислительной математики. В чем разница? Разница в том, что для того, чтобы делать системы защиты информации, должны быть две, так сказать, компоненты – это оборудование для защиты информации и программный продукт для защиты информации. Картный софт. Вот мы, значит, специализируемся на харде. Ну, естественно, для того, чтобы его сделать, уметь с ним общаться, так сказать, вне всякого сомнения, мы ведем и программирование на высоком уровне, потому что это тоже надо уметь делать, но с точки зрения подходов, методов, это, прежде всего, оборудование для защиты информации. И то, что я сказал вот в рамках данного направления, это, прежде всего, автоматизированные информационные системы. Как передается информация по автоматизированным системам передачи информации, как ее защитить. На этом направлении 25 бюджетных мест, но примерно, как бы, если смотреть по прошлому году, 10 контрактников на этом направлении тоже было. А не кажется, что это мало? Сейчас объясню, сразу отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что мы имеем еще, кроме бакалавриата, специалитет. Это 5 лет, он более, так сказать, конкретный, более прикладной, и это, так сказать, уже информационная безопасность распределенных систем связи, то есть те, которые распределены по многим уголкам. Это более, так сказать, такая прикладная специальность, срок обучения 5 лет. Там у нас эту специальность мы открыли в прошлом году, план приема пока 19 человек, то есть тогда, когда мы открываем новую специальность, всегда план приема, он небольшой. Но вот, когда мы готовим, так сказать, уже порядка, вот если смотреть, это у нас получается уже 44 только бюджетных места, и если мы набираем 15-20 человек на контракт, этого достаточно для нашего региона. я имею в виду по, так сказать, данному уровню специализации, потому что есть информационная безопасность и, значит, в качестве, так сказать, то, что он изучает в колледжах и так далее. А вот высокого уровня, ребят, их достаточно. Очень много у нас уходит тут же в ICL. Они сейчас хедлайнеры по этому направлению? Да. Очень много ребят работает у нас в ICL. И каждый выпуск, когда мы вручаем дипломные работы, приходит руководство ICL и вручает подарки, значит, нашим выпускникам по информационной безопасности, приглашая их работать к себе. Ну, это, конечно, хорошо, но еще бы целевиков подгоняли бы. Ну, давайте вот здесь вопрос с целевиками. Вы знаете, что в этом году ситуация и на уровне, так сказать, законотворчества, как подходит к целевикам в этом году изменилась. То есть, если сейчас государство приняло ряд нормативных документов, когда существенно большая ответственность, когда просят подготовить целевика со стороны к предприятию и от, значит, государства к, значит, обучающемуся. Поэтому я бы сказал так, значит, что вот то, что было раньше целевики, это все-таки немножко, так сказать, когда человек мог быть целевиком и мог уйти в любой момент, куда захочет, и не был реально привязан нормативными документами, то эта ситуация, она, я ее не совсем рассматриваю, как реально целевая подготовка. А вот сейчас, с этого года, там нормативная документация такая, что должен быть трехсторонний договор между университетом, предприятием и обучающимся, и там все достаточно жестко прописано будет. Поэтому это настоящая целевая подготовка, вот я скажу так, она заработает реально с этого года. Ну, можно прогнозировать, что ICL и другие компании, они с удовольствием начнут. Значит, ну, я почему спрашиваю про направление информационной безопасности? Буквально 5-7 лет назад интерес к этому направлению был очень маленький, в части коммерциализации тот же ICL, вот если донялось очень плотно и очень хорошо, буквально вот последние несколько лет этим направлением. И вот, наверное, как вы прогнозируете, пойдет это направление информационной безопасности? Ну, на самом деле, я бы сказал так, оно давно пошло, потому что у нас уже, наверное, 6 или 7 выпусков мы уже сделали по направлению бакалавриата. А вот специалитет мы открыли только в прошлом году, дополнительный к бакалавриату. И все выпускники, они абсолютно востребованы. На самом деле, вот я скажу, может быть, это минус к нам, значит, у нас для того, чтобы преподавать, нам хотелось бы, чтобы они оставались у нас. Но они настолько востребованы, что за последние 5 лет только один выпускник остался на месте работать в институте физики. Поскольку, ну, работая в таких, так сказать, крупных IT-компаниях, как ИСЕ или многие другие, там зарплаты существенно выше, и они, так сказать, спокойно работают там. То есть, они востребованы, так сказать, ну, достаточно, так сказать, серьезно. Модное хлебное направление. Модное хлебное направление, плюс на слуху. Так сказать, это очевидно. А что с остальными? Значит, с остальными направлениями, я скажу так, значит, что есть еще направление по нанотехнологиям и микросистемной технике. Это все, что связано с разработкой и применением нанотехнологий, и в том числе для микро- и наноэлектроники. Значит, это направление, оно достаточно-таки сложное для обучения, поскольку на нанотехнологии, значит, надо понять с самого начала, как что получается. И это довести до применения. Это тоже инженерная специальность, достаточно непростая, я бы сказал, но набор у нас 25 человек, она востребована. К сожалению, заметное количество выпускников уезжает из Татарстана, поскольку, ну, не все до конца востребовано в нашей республике, ну, просто, так сказать, из-за профиля нашей республики. Но я бы сказал так, что, значит, достаточно много наших выпускников, они, вот, выпускники 2, 2 выпускника этого года, они, так сказать, принимаются на работу в Объединенный институт ядерных исследований, на работы по нанотехнологиям в этом институте. То есть, они достаточно широко, значит, у нас уезжают разные. А вот подобные специальности, она в других ВУДах есть по нанотехнологиям? Значит, смотрите, так сказать, такие специальности, конечно, есть. И есть такие специальности и в Москве, значит, есть такая специальность в Санкт-Петербургском университете, есть подобная специальность в ИТМО, но в каждом ВУЗе есть всегда своя специфика, на чем мы акцентируем наше внимание. И это, я скажу так, что это касается вообще всех направлений подготовки, что, естественно, мы что-то знаем намного лучше, в чем-то у нас существенно больше компетенций, и эти компетенции мы стараемся передать нашим студентам. И очень часто за общим вот этим вот названием не всегда стоит, ну, как бы, в каждом ВУЗе одно и то же. Поэтому вот мы специализируемся прежде всего на том, чтобы, я говорю по направлению нанотехнологии, чтобы, так сказать, наши студенты могли, так сказать, очень хорошо ориентироваться в всевозможной диагностической как аппаратуре, так и методах, которые необходимы для применения этих технологий. То есть здесь сугубо прикладное? Здесь сугубо есть фундаментальная часть, то есть они могут идти как в науку, так и прикладное, то есть у них есть выбор. И я бы сказал так, что, ну, где-то процентов 30 выпускников бакалавриата, они поступают в магистратуру по направлению физика. Они продолжают, они имеют такую возможность, знаний у них достаточно. Вы сказали, что у вас есть что-то по направлениям? Да, есть. Давайте тогда еще послушаем. Значит, я про направления, значит, вот еще одно направление, которое у нас состоял пока только два выпуска. Это направление называется биотехнические системы и технологии. Профиль, который мы там организуем, это медицинская томография, физические принципы и приборостроение. То есть вообще вот, чтобы слово биотехнические не пугало, часто биотехнику путают с биотехнологиями. То есть биотехнологии это все-таки химическая часть, а биотехника это относится к инженерии. То есть это связь между прибором, человеком, измерением каких-то параметров в медицине для человека или животного. То есть это вот приборная связь между человеком и другим живым объектом и прибором. Вот это вот биотехника. Значит, наша здесь, так сказать, сила это томография. То есть мы, значит, раньше в основном здесь занимались методами, значит, ядерно-магнитного резонанса томографии, который основан на этом методе. Значит, после того, как у нас был открыт в онкологическом центре, значит, наш центр с позитронно-эмиссионным томографом ПЭД-центр. Сейчас мы специалистов готовим и туда. И одновременно по этому направлению, по, так сказать, направлению связанному с компьютерной томографией, мы работаем с рядом лабораторией Объединенного института ядерных исследований из Дубны. То есть это такое вот все, для того, чтобы понять, что, лучше увидеть. Поэтому анализ крови это одно, но все-таки лучше понять и лучше увидеть, и мы здесь в этом направлении достаточно плотно работаем. Это также востребованное? Это, естественно, востребованное направление. И я бы сказал так, что оно востребовано там, где идутся, прежде всего, разработки аппаратуры. Мы одновременно учим наших студентов, но для того, чтобы, если что-то случилось, у них всегда была возможность заработать, в том числе мы учим эксплуатации различного медицинского оборудования. Но реально в больнице идут мало. Очень много наших выпускников работает в различных либо представительствах зарубежных фирм, либо в компаниях, которые поставляют зарубежное оборудование, для того, чтобы помочь его эксплуатировать. А в Дубне есть стажировки? Остаются? В Дубне есть стажировки. Я, может быть, отдельно про Дубну расскажу, поскольку у нас есть совместная кафедра. И мы вернемся к этому вопросу. Ну и последнее наше направление подготовки. Это педагогическое. Учитель физики и математики. На самом деле, в общем-то, кажется, где тут физика, где тут, так сказать, педагогика, но мы крайне заинтересованы в успешном развитии этого направления и успешной подготовке наших студентов, поскольку мы завязаны жесткой обратной связью. Какой выйдет учитель, такой придет на вход к нам абитуриент. И поэтому мы, так сказать, вот эта идея была предложена, когда создавался федеральный университет Ильшат Равкарычем, распределить по институтам педагогическое направление по профилям подготовки. И это дает какие-то плоды? Может, лучше было бы на педе все оставить? Вы знаете, тут вопрос на самом деле... Скажу так. Реально в чем принципиальная разница? Значит, если было это отдельным институтом, то преподаватели, которые работали и готовили студентов, они должны были, ну, прежде всего, знать физику, разное ее, так сказать, направление для того, чтобы учить, а потом уже педагогику. И имеется в виду методику преподавания физики и все, что с этим связано. Значит, в институте физики проблем со знанием физики, с количеством преподавателей, которые могут преподавать физику, таких нет. Поэтому мы используем все вот эти ресурсы чисто на методическое обучение, на то, как правильно учить, как правильно, так сказать, решать задачи, как правильно ставить эксперименты с точки зрения уже для школьной подготовки. Поскольку мы, так сказать, на своих преподавателей, мы взяли вот эту вот подготовку по физике и математике. А такой тогда вопрос. Вы видите результаты эти на подшипных школах? Ну, на самом деле мы видим, смотрите, у нас, вы прекрасно знаете, что оба наших лицея – это вот площадки для наших педагогов. Мы регулярно, так сказать, туда отправляем, на все практики наших студентов, получаем отзывы. Здесь есть обратная связь, поскольку мы знаем всех преподавателей из лицеев, и в этом смысле они нам помогают и корректировать, что мы что-то там не так сделали и так далее. Но на самом деле я бы сказал так, что когда люди в большей степени занимаются, я бы сказал так, педагогикой, естественно, так сказать, спроектированной на преподавание физики, в этом смысле получается результат лучше. Вот если уж как бы просто странно отвечать на ваш вопрос, очень много выпускников старого физфака, который он так много лет был, работают в школах. Дело в том, что прежде всего надо знать предмет, а потом как его подать. Но ведь знать-то, здесь же не надо знать сверхпроводимость. Это, понимаете, это вот так кажется. Теорию поля и прочее. Я бы никогда, я вот никогда с вами не соглашусь, объясню почему. Потому что кажется, что объем знаний нужен небольшой. Но даже для небольшого объема знаний нужны другие знания, чтобы они придали уверенность в том, как вы это подаете. Я всегда, когда говорю про вот учителя, значит, я могу привести такой пример, что, ну, сейчас уже остался в живых один человек, который у нас работает, один от нас ушел. В одном классе после войны учились четыре мальчика. И все четыре мальчика стали профессорами физики. Просто потому, что был такой учитель, который привил им любовь к физике. Это вот роль учителя. Но он не мог проявить любовь к физике. Глубоко этого сам не понимает. То есть он бы давал вот этот объем знаний. Но кроме объема знаний нужна любовь, нужно убеждение, что это нужно, что это правильно, и этим надо заниматься. А вот этого без больших знаний уже не получишь. Я извините, что такую дискуссию с вами... Прекрасный ответ. Но это, я бы даже заметил, это ложится в убеждение нашего уважаемого ректора Ильшата Гафурова, который говорит, что любое подразделение нашего университета, оно должно заниматься не только какими-то, не только какими-то прикладными задачами, но воспитывать и учить. Это он абсолютно прав. Готовить кадры, потому что кадры это наше все, а аппаратуры это дело уже... Ну, оно и то, и другое связано, но одно без другого не бывает. Диалектика. Да, одно без другого не бывает. Сергей Иванович, вот вы сказали о том, что каждый вуз, а вообще в нашей стране, еще в советских времен была хорошая физическая школа, и в наследство досталось достаточно, в том числе много вузов физической направленности, в названиях которых есть слово физика. Есть. Сегодня вы нам приоткрыли вот, да, свою покров, и понятно, что слово физика там распределяется на очень много направлений, которые иногда кажутся далеки друг от друга даже. И тем не менее, вузов много в стране. Есть хороший, там, Новосибирск, в Москве, в Питере вузы физические, да, школы. И вы сказали, что каждый вуз имеет свою специализацию. Вот что можно посоветовать родителям или ребенку, да, вот у него есть интерес к физике, с каким идти сразу туда, а с каким только к вам? С какими интересами, какие направления, когда человек интересует? Ну, вот я бы, опять-таки, вы задаете достаточно сложные вопросы для такого однозначного ответа, понимаете? Дело в том, что интерес, это детский интерес, он еще практически не сформирован, поэтому, так сказать, он больше сформирован по, ну, неким, так сказать, таким повторяющимся словам, так сказать, которые он слышит или читает в интернете. Значит, я бы сказал так, значит, что на самом деле, так сказать, вот противопоставлять, скажем, там, МФТИ, там, Санкт-Петербургский университет, МГУ, Новосибирский университет, Казанский университет, это, на самом деле, полная ерунда, потому что мы все вместе живем в одной, так сказать, упряжке, мы вместе занимаемся большим делом физикой. Значит, если говорить, куда лучше идти, то, наверное, так сказать, надо разделить ответ на несколько направлений. Первое направление – по интересу. Значит, вот продолжая то, что я уже начал говорить, поскольку не сформировавшийся интерес у школьника, это родители хорошо понимают, прежде всего надо поступать в тот вуз, где шире направление подготовки, поскольку, когда он будет больше узнавать, он будет больше определяться, что ему интересно, и, так сказать, как он потом может себя реализовать. То есть, чем больше вуз дает общего, тем ему легче потом определиться в жизни. В этом смысле я думаю, что, наверное, мы примерно, так сказать, здесь все одинаковы. Но это очень важно, поскольку, ну, скажем, если там даже говорить обо мне, я всегда привожу примеры относительно себя, потому что я себя лучше знаю. Когда-то я там в школе увлекался радиотехникой, паял, что-то получалось, что-то не получалось, где-то что-то я понимал, там, что-то не понимал, и поступил на радиофизику. Но выяснилось, что, оказывается, вот есть такой абсолютно большой интересный мир квантовых систем, и, начиная с третьего курса, я смог полностью переключиться в это направление, и мне ничего не помешало. И плюсом большим все радиофизические знания, которые я получил, я использую до сих пор. То есть я могу, так сказать, делать там и экспериментальное оборудование, так сказать, даже сейчас иногда сижу с паяльником, когда что-то там делается, там, сижу за компьютером, разрабатываю схемы, но это на самом деле важно. Второй момент, значит, когда мы говорим по интересу, значит, вот для детей, которые, надо тоже детей разделить на две части, которые определились идти в науку, и которые хотят стать инженерами, которые хотят стать, так сказать, которые хотят что-то делать. Делать руками, я имею в виду на выходе иметь какой-то продукт существенно больше, чем явление, теорема там или еще что-то. Так вот, для детей, те, которые идут в науку, значит, я бы сказал так, что в нашем университете тот задел, который был сделан там и нашими учителями, и развивается, это прежде всего физико-контенсированное состояние. Все, что с этим связано. Это, так сказать, все, что связано с распространением радиоволн в радиофизике. Ну, и я сейчас не говорю уже о традициях в астрономии. Если мы говорим о, так сказать, детях, которые хотят идти в более прикладную область, то тогда, так сказать, надо, вот здесь я бы сказал так, что я бы посоветовал каждому родителю пообщаться с нами, когда они начнут думать, и будет возможность поговорить с каждым руководителем, руководителем каждого направления подготовки, и все нюансы я займу очень много времени сейчас. Мы, так сказать, там просто-напросто расскажем. Понимаете, это очень сложно, но вот объяснить за 5, 7, 10 минут, так сказать. Вы алгоритмы обояснили? Сергей Иванович, а вот смотрите, был советский проект, в котором, Советский Союз, СССР, в котором невероятно большое внимание уделялось в подготовке физиков, и мы лидировали в мире по всем, по этому направлению. И сейчас возникает такой вопрос. Школы научные, которые остались того времени, которые у нас в университете. Что вы расскажете про эти научные школы? Это, наверное, ядерно-магнитный резонанс. Да, это, конечно, магнитный резонанс. Давайте я, как бы, так сказать, скажу так. Вот если говорить о направлении физика, то, естественно, это все связано с продолжением работы Евгения Константиновича Завойского. Причина, я думаю, что вы тоже хорошо это знаете, она связана с тем, что Евгений Константинович после открытия явления электронного магнитного резонанса вынужден был уехать и заняться атомным проектом уже в Арзамасе. И поэтому, значит, вот уже, так сказать, дальнейшие все работы, они проводились там вот у нас в университете, в лабораториях, и лаборатория магнитной радиоспектроскопии, и кафедры при этой лаборатории, или лаборатория при кафедре, здесь все очень тесно. И на самом деле у нас был большой наш учитель, Семен Александрович Альчуллер. Ну вот мне удалось, я, наверное, был, ну наш вот выпуск был последним, который слушал его лекции. Он умер в 82-м году. Значит, я ему сдавал экзамены и так далее. И вот это вот направление, когда он смог все для того, чтобы понять основы, нюансы и что дает магнитный резонанс, он привлек и собрал вместе теоретическую физику, вместе собрал различные методы оптической спектроскопии, различные другие методы исследования конденсированных средств. Получилась школа с мировым именем научная. Да, это школа с мировым именем. И сейчас, на самом деле, мы, значит, вот эту школу, как бы, естественно, стараемся сохранить и работаем в этом направлении в течение многих лет. Но пока вот организовывался конкурс, ведущий научной школой России, был такой вот конкурс, который организовывался в Министерстве основного образования и науки Российской Федерации. Мы там всегда присутствовали, побеждали в этом конкурсе. Я имею в виду школу магнитного резонанса. Но я единственное, что хочу сказать, что все-таки наука, она сейчас трансформируется больше в том, что мы сейчас в большей степени идем не от метода, а к задаче, к какому-то практическому или какому-то явлению или практическому применению. Поэтому я бы сказал так, что то, что традиции мы, естественно, сохраняем и развиваем, но все равно, как бы, больше в настоящем времени не методикой, не методом, а уже применением всего для развития конкретных других задач. Иначе это уже сейчас не востребовано столь интенсивно, как раньше. Вторая школа, которая в нашем институте у нас бывает, это школа, что связано с распространением Радио Волт. Здесь такие люди, как Костылев, профессор Костылев, они все это организовывали. Профессор Романов покойный тоже. И в настоящее время многие направления наши, в том числе инженерные, выросли из этой школы, поскольку распространение Радио Волт. Тут и защита информации, тут и современные коммуникационные системы. Тут на самом деле и все, что немножко, может быть, дальше у нас с вами зайдет разговор, то, как мы делаем интеллектуальную транспортную систему, это тоже идет от такого банального в прошлом, кажется, сейчас банального, научного направления, связанного с распространением Радио Волт. Это все, так сказать, с этим связано. Ну, нельзя, как бы, не упомянуть наше направление, все, что связано с астрономией. Шука Таипович Хабибуллин, который, вот тут, последний, так сказать, из последних таких лидеров, Найля Хабибуллин, который еще жив. И вот, надо сказать, вот эти вот школы, это все равно базис нашего института в настоящее время. Это козыри. Это козыри, которые мы, как бы, естественно, используем. И вот, вы правильно сказали, что не стоит зацикливаться на тех или иных направлениях, пусть даже с традициями, пусть даже со славным прошлым. Их, конечно, надо халить и лелеять. Но, вот, вы правильно сказали, что надо ориентироваться на что-то новое. И у нас в университете, я хочу обратиться к телезрителям, здесь концепция стратегических единиц. И одна из этих стратегических единиц, она связана с космосом. Если вы внимательно слушали Сергея Ивановича, он неоднократно, и когда говорил о специальностях, звучала та или иная тема, связанная с космосом, с космологией. Вот, и вот, ваше мнение об этой, о развитии этой стратегической единицы? Ну, вот, я бы сказал так, значит, давайте я вот здесь вот немножко как бы скажу так, что это, опять-таки, очень хитрое, так сказать, такое вот сообщество, такое содружество, которое нам удалось организовать. У нас есть астрономия, это прежде всего эксперименты, связанные с получением новых данных. У нас есть кафедра теории относительности гравитации, это космология, это объяснение астрономических данных. У нас есть радиофизическое направление, которое позволяет думать о том, какие новые приборы можно для этого делать, о том, как получать, передавать информацию, и все это вместе, оно на самом деле и дает вот тот синергетический эффект. То есть, если бы, скажем так, ограничиться только, вот, так сказать, в прямом понимании слова космос, ну, это, наверное, мы должны были ограничить только кафедрой астрономии и коллективам, которые работают в этом направлении, потому что только они реально занимаются вот этим дальним космосом. А вот если говорить все от распространения радиоволн, там, ближнего космоса, так сказать, как мы его называем, среднего, дальнего, вот это все нам удалось объединить в рамках такой стратегической академической единицы, которая называется астровызов. То есть, синергия дает совершенно уникальное свойство, нежели сумма разродненных частей. Это, значит, я могу вам привести проект, который вот мы продвигаем в настоящее время. Проект связан с тем, что мы пытаемся понять, возможно или нет, и разработать технологию аэрои наноспутников. Когда мы можем запустить большое количество наноспутников, их всех связать в единую информационную систему и получать данные, так сказать, абсолютно уникальные, используя все эти наноспутники и как большую антенну, и как, с одной стороны, принимая информацию, и как большую антенну для передачи информации на Землю. Вот мы занимаемся вот такими, может быть, в настоящее время, кому-то кажется, что это абсолютно, так сказать, мифические проекты. Пока это все вот оно на стадии того, что мы это пробуем. Не на наноспутниках, мы это пробуем на беспилотниках. Как их вот связать здесь, как этими копторами управлять. Но мы идем и думаем, и все дальше. Сергей Иванович, вы знаете, какие бурные дебаты сидят в связи с изоляцией. Ну, будем говорить вещи своими именами. Информационная безопасность со стороны, ее определенной изоляции от... И вот сейчас идет проект OneWeb, который близок по звучанию, по тому, что вы говорили. Вот эти наноспутники, это речь идет о похожем проекте на OneWeb? Нет, на самом деле наноспутник означает следующее, что это очень небольшой спутник, размеры которого не превышают 10 на 10 на 10 сантиметров. Это вот размеры спутника. То есть наноспутник, это определяет просто его размер. И одновременно можно запустить на носителе, ракетном носителе, большое количество наноспутников. Второй вопрос, как мы будем их использовать? Это второй вопрос. Вот мы говорим немножко о других проектах. Мы говорим о том, когда он работает не один, а в системе. И когда эта система, она распределена, и она обладает своим интеллектом, который мы пытаемся ее научить. Вот это то, что мы сейчас этим занимаемся. Это очень сложная задача. А конкретные прикладные задачи, это уже будут навешиваться? Ну, я не могу все конкретные прикладные задачи сейчас озвучивать, но они все двойного назначения, естественно. Конечно. Эти все задачи двойного назначения. Вот, кстати, по поводу двойного назначения. В физике традиционная куют щит нашей Родины. Есть такая фраза. При этом современный мир, в нем много интересного, много соблазнов. Соблазнов в хорошем смысле этого слова. То есть посмотреть мир. И, скажем так, бывает ли такой конфликт интересов, когда молодые люди идут в физику, но при этом они получают запрет на выезд, допуски. И часть жизни их в этом смысле отпадает. На много-много лет. И бывают ли конфликты у людей, внутренние конфликты, может, с этим столкнуться? Я могу сказать так, значит, что это действительно серьезная проблема. Тогда, когда, так сказать, мир открыт, и молодые люди, естественно, могут ездить туда-куда. Отдыхать, в конце концов. Отдыхать там и так далее. То, на самом деле, такая проблема, она в явном виде существует. И эта проблема, скажем, почему такие, так сказать, ну, скажем там, монстры, как там Саров, там, тот бывший Арзамас, так сказать, там, Снежинск, там и так далее, не имеют молодых кадров. Это одна из причин, почему их там нет. То есть там есть филиалы, там, московских вузов, но они все равно потихонечку оттуда пытаются уехать. На самом деле, наверное, уровень работы, вот дабы не пугать, во-первых, так сказать, абитуриентов, я скажу так, что уровень работы по задачам, так сказать, скажем так, двойного назначения, он бывает абсолютно разный. И, так сказать, есть конкретные проекты, где все там уже, так сказать, говорить ни о чем нельзя. А есть научные разработки, которые так или иначе могут быть использованы в этом направлении. И в этом смысле, вот как раз в нашем институте мы идем по второму пути. То есть, количественно, я так понимаю, людей с высшим допуском мало? У нас практически мало. Я хочу успокоить и абитуриентов, и родителей абитуриентов. То есть, закончив ваш вуз, не обязательно ты попадешь в список на запретный выезд? Нет, 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 давайте так. Во-первых, когда закончишь, никуда не попадешь. Объясняю почему. Ну, раз, так сказать, у нас открыт прием, и раз наши, но все рабочие программы, дисциплин, все наши учебные планы, они висят на сайте, значит, это все открыто. То есть, а вот второй момент, как применять эти знания, это уже... Много лесников вашего института, ну, находятся и применения за пределами нашей Родины? На самом деле, так сказать, это вопрос такой, я бы сказал, с большим историческим прошлом. Естественно, так сказать, если говорить по сравнению там с 90-ми годами, когда выезжали все, то сейчас мы стараемся, как бы, удержать. Прежде всего, я скажу так, значит, что до настоящего времени, с советского времени, диплом института физики признается в любой стране. То есть, никаких дополнительных курсов, ничего проходить не надо, этот диплом признается. Ну, это торговый марк, советский физик. Да, она до сих пор признается, и каких-то проблем здесь нет. Дальше дело, как бы, уже молодого человека. На самом деле, примерно, в настоящее время уезжают у нас, ну, наверное, человек 20-30 максимум в год, но уезжают они через, прежде всего, не сразу на работу, а через аспирантуру. То есть, они поступают либо в аспирантуру сразу туда, либо у нас совместная аспирантура с каким-то там вузом, и потом они начинают там работать. То есть, я бы сказал так, что большая часть ребят, которые от нас уезжают, это все-таки те, которые хотят заниматься наукой. И здесь надо сказать, наверное, еще следующее, что возможность в процессе учебы, так сказать, ездить на стажировки, на обучение, она у наших студентов есть. Тут сказывается, наверное, прежде всего, наша система обучения. То есть, начиная с третьего курса. То есть, первые два года – это общие, так сказать, дисциплины. Это, по сути дела, язык физики, язык математики. Это еще не настоящая физика там. Это первые два года обучения. Дальше, я имею в виду, по всем направлениям подготовки есть своя специфика. Но так или иначе, начиная с третьего курса, у них есть курсовая работа. Значит, она может быть либо, так сказать, связана с какой-то прикладной задачей, либо с научной задачей там. Это могут быть даже фундаментальные исследования. Но обязательно это работа творческая. То есть, у нас курсовые работы третьего курса, они проверяют на антиплагиат. Чтобы никаких заимствований, чего-то не было, он все должен сделать творчески сам. Поэтому, когда ребята… А для того, чтобы это сделать, по сути дела, ребята с третьего курса, каждый имеет своего руководителя, он оказывается в соответствующей лаборатории. Эта лаборатория с кем-то обязательно сотрудничает за рубежом. Поэтому вот эти вот контакты, которые они на работе, ими пользуются студенты. То есть, это, так сказать, на самом деле у нас налаженный абсолютно, так сказать, контакты. Спектр широкий. Значит, если говорить астрономия, то это прежде всего институт Макса Планка по астрофизике в Германии. А студенты наши выезжают туда? Да, да. Вот я имею в виду контакты, в смысле дестажировки. Потому что, возможно, удаленные, но при этом студенты все равно молодость, да, и посмотреть мир, в том числе, и как возможно. Ну, на самом деле, так сказать, тут мы преследуем несколько задач. Я понимаю, что основная задача ваша – дать знания и получить специалиста, соответственно. Нет, не совсем так, понимаете, сколько бы он ни учил английский язык, вот если он сам с этим не столкнется, то, так сказать, он все равно его знать не будет. Но без английского языка ни в науке, ни в инженерии в настоящее время делать нечего. Ну, так в жизни устроено, да. Поэтому лучше он съездит на 2-3 месяца, макнется в эту среду, он поймет, что это такое, он поймет, что без этого нельзя, и начнет учиться. Тем, кто имеет базу, они уже, так сказать, получат просто, так сказать, тренировку. Значит, это язык. Второй момент, ну, везде все равно есть некие свои традиции с точки зрения организации работы и так далее. Этому тоже, они, естественно, отличаются от нас, от наших традиций. Этому тоже надо учиться. И это абсолютно, так сказать, такой вот обязательный компонент, если человек, так сказать, хочет эффективно, творчески работать в будущем, он должен смотреть мир. Мы здесь, мы ограничиваем, ну, буду говорить честно, мы выбираем больше Японию по той простой причине, что менталитет сильно отличается, и из Японии все к нам возвращаются. То есть, это наш корыстный интерес, у нас очень тесные связи с многими университетами Японии, поэтому для нас, а на самом деле, это с точки зрения развития технологического, научного доступа Америки. И у нас очень тесные связи с Японией, вообще говоря, в течение многих-многих лет. Поэтому, ну, я бы вот перевернул немножко даже ваш вопрос. Дело в том, что вот у нас уже достаточно много лет, я затрудняюсь сказать, восьмой или девятый год у нас проходит обучение иностранных студентов. То есть, вот в этом году, в очередной раз, во второй половине июля приедут студенты из Инсбургского университета. То есть, как бы кажется, вот австрийский университет, один из лучших университетов в Австрии, они приезжают на две с половиной недели учиться у нас физике, общей физике, ну, то, что у нас проходит, скажем, в конце второго курса. Ну, вот четвертый семестр. Ну, наверное, так сказать, это означает что-то, что все-таки наш институт что-то имеет, так сказать, и умеет учить, раз приезжают студенты. И причем в этом году мы не можем брать много студентов в связи с проблемами с общежитиями, с деревней универсиады и так далее. Был конкурс, мы взяли только 12 человек, у них был там конкурс, и поэтому, так сказать, достаточно серьезно они мотивированы. Дальше могу сказать, Trinity College. Университет с традицией более 400 лет. Они тоже к нам приезжают вот уже последние 4 года учиться. Не может быть, я и не прав, но мне кажется, что они хотят прикоснуться. Вот все-таки советская физическая школа, она гремела, и вот это какое-то паломничество даже, вот, посмотреть. Ну, на самом деле, и посмотреть и страну, и, так сказать, посмотреть и так, как мы работаем, и в ряде случаев, я бы сказал так, у нас оборудование лучше, чем у них. Вот даже чисто, так сказать, так, казалось бы, в ряде моментов у нас оборудование лучше, чем у них. Лучше японцев. А? Лучше японцев. Ну, я имею в виду оборудование для образовательных целей, прежде всего. Вот, это же, приезжают студенты учиться, там, 2-го, 3-го курса, так сказать, у них немножко сложная система, поэтому они могут быть с разных курсов. У нас, так сказать, у них не так строго связана система обучения по времени, как у нас, там, во втором семестре, то, в третьем, то, там, в четвертом, следующее. Поэтому у них может быть некое смешение по годам обучения. Но, я, ну, наверное, так сказать, буду абсолютно откровен, если скажу, что мы, так сказать, это и стараемся и развивать, это и престиж и нашей школы, и нашего Казанского университета. Но тогда, когда мнение о том, что происходит в нашей стране, на данный момент в Европе, оно, так сказать, сильно отличается от того, что мы слышим по телевизору, и когда, значит, приезжают к нам студенты, и мы с ними работаем, делаем экскурсии, даем возможность, там, 1-2 дня побыть в Москве, они видят, что Россия, она другая. То есть, они видят ту Россию, которая есть на самом деле. И это тоже наша задача, хоть мы и физики, но мы об этом тоже должны думать. Про светители. Да. Вы знаете, я хочу сейчас испугать родителей. У меня был очень хороший знакомый в студенческие годы еще, он поступил в МФТИ, он приезжал, рассказывал за стол, он говорит, когда мы зашли на ознакомительную первую лекцию, нам сказали, так, ребята, здесь, в этом институте, а это знаменитый московский институт физический тоже, самое высокое количество сошедших с ума. Я к чему это говорю? Потому что физика, высокая физика, это высокоинтеллектуальный труд, в том числе со студенческих лет. И какой студенческих лет? Вот когда мы говорим о бесплатном образовании, в частности, о ЕГЭ и бюджетных местах, это абсолютно не бесплатное образование, это серьезный труд ребенка в школе пробиться в ЕГЭ хорошими баллами, это серьезный, серьезный, серьезный труд. Я хочу вот что спросить, как у ребенка даже еще, на уровне подростка, еще у него выпускника школы, могли бы родители определить, что этот человек, их чадо, интересуется физикой, и его интересы, его интеллектуальные способности позволят учиться у вас? Можно ли, знаете ли какие-то маркеры, которые могут определить, какие-то фильмы он смотрит, какие-то книги он читает, что вы сами читали, когда вас столкнуло в эту науку, в эту профессию? Можно о теме поговорить? Ну, тема, она такая тоже, чрезвычайно интересная. Ну, вот, если говорить, так сказать, совсем от младшего возраста, дети, которые, ну, склонны, скажем, так сказать, физикам, физическому или физико-математическому образованию, это, прежде всего, те дети, которые все разбирают. Вот им купили машинку, они должны ее разобрать, собрать. Вот они пытаются понять, как устроено. Это связано с чем? С тем, что, ну, физика это все то, что пытается на самом, так сказать, базовом, ну, я имею в виду, самом, так сказать, уровне атома или нет, так сказать, понять, как устроен мир. И вот если у ребенка есть, он задает миллион вопросов, но эти вопросы, прежде всего, связаны, а почему небо синее, а почему солнышко, так сказать, светит таким цветом. И вот, когда ребенок задает массу таких вопросов, это означает, что он хочет понять устройство мира. И в этом смысле ему, естественно, надо помогать. У нас, начиная с советского времени, есть большое количество, там, школьной литературы, так сказать. Да, Перельман один просто. Да, Перельман, там есть много других вещей, так сказать, есть и сейчас, там, и периодические издания, есть там, поэтому я думаю, что, вот, с точки зрения, вот, самого младшего возраста, это вот примерно так. Тогда, когда ребенок становится старше, и у него, ну, вроде бы, как есть тяга к этому всему, все-таки его желательно отдавать в специализированную школу. Далеко, вот, далеко не каждый человек может учиться самостоятельно, особенно в детстве. То есть, очень мало людей, которые могут учиться сами, начиная с маленького возраста. Таких людей, ну, наверное, во всем мире вообще единицы. И я бы еще добавил, Сергей Иванович, вот, раньше, помните, даже в отдаленной, глухой деревне можно было выписывать библиотечку журнала «Квант», где все разжевано было буквально, все по этим, по полочкам и прочее. И, то есть, самообразованием, тогда самообразованием можно было заниматься. А сейчас я что-то даже, кроме Перельмана-то, и не вижу. Нет, на самом деле, так сказать, много достаточно литературы. По субботам у нас есть, так сказать, такой цикл, называется «Физика для всех». Причем там бывают у нас занятия, это большая аудитория вмещает, там 200-210 человек, каждую вот через две недели, по субботам. Во сколько? Значит, бывает по-разному, например, 15-40, как вот у нас расписание пара начинается. Значит, всегда есть, так сказать, все там в интернете, все объявления. Это может быть лекция о каких-то новых, так сказать, направлениях исследований, каких-то новых достижениях. Порой это бывают лекции, так сказать, ну, такого типа, вот физические законы, которые мы не замечаем. Но они, вот это приборы построены по таким-то признакам. Это бывает показ опытов, куда приходят, вот, удивляешься, но приходят с грудными детьми родители. И там, так сказать, собираются, там дышать нечем, когда набирается полностью. И поэтому мы, значит, вот за тех детей, которые могут с нами общаться, ну, я имею в виду, здесь, в Казани, мы всегда, мы всегда готовы помочь, оказать содействие там и что-то работать. Значит, также мы работаем там и, пожалуйста, с детьми, значит, ну, онлайн. Что касается, так сказать, ну, скажем, ребят, тех, которые не имеют возможности, чисто, так сказать, по условиям проживания, там, пойти в физический класс, физико-математический класс, я бы советовал начать пробовать себя в Олимпиадах. У них есть желание дальше разбираться, у них есть желание дальше учиться. У него есть этот соревновательный дух и желание понять. Вот это участие в Олимпиадах, оно уже так или иначе, его приведет к общению на более высоком уровне. Я имею в виду, он, так сказать, республиканская Олимпиада там. Будет и дрыбный слабая. Да, он приедет сюда, так сказать, здесь мы все равно устроим какие-то занятия, пойдет выше, дальше. Поэтому потом чему-то научиться, сможет поступить тот же самый IT-лицей, там, если он не казанский, в условиях проживания. Поэтому, ну, путей на самом деле много. Знаете, я один как-то заглянул в институт физики, там, на высоких этажей, это было дело вечером, и увидел стайку подростков, ну, лет, наверное, 12, которые живо обсуждали квадрокоптеры, беспилотное оборудование, они сами, я так понимаю, и люч, там какой-то кружок, что ли, я думаю. Да, я могу рассказать об этом. На самом деле, мы вот уже, так сказать, мы первый, вот, мы начали с сентября этим заниматься серьезно. Значит, обучаются у нас дети, начиная с пятого класса, ну, там, в зависимости от возраста. И то, что мы их учим, это прежде всего тому, чтобы они начинали программировать. Естественно, они сами пока коптеры не делают. Коптеры они есть там, но вот они начинают программировать. Они начинают понимать, как не просто вот эти кнопочки понажимать, как сделать так, чтобы он опускался, поднимался через программу. Они учатся языкам программирования. И, естественно, они там очень живо обсуждаются. В группе, ну, мы стараемся, чтобы в группе больше 15 тысяч человек не были, потому что в этом случае контакта нет с преподавателем. Но каждую субботу по две группы отдельно у нас проходит обучение в институте, ну, начиная с сентября. Это платное? Это платное. Вот, так сказать, здесь сразу вам скажу, что оплата, она, естественно, оплата преподавателям. Но вторая часть, ребенок сломал коптер, и ребенок же должен его платить. Ну, это, так сказать, и кто должен его сломать, и почему. Поэтому заметная часть денег из того, что мы берем за эти курсы, она идет на покупку. Страховой фонд. Ну, это не то, что страховой фонд, но покупку оборудования, которое необходимо для того, чтобы это все работало постоянно. И сколько, не секрет, стоит? Значит, стоимость? Примерно. Три месяца, семь с половиной тысяч. То есть это и небольшие деньги? Нет, это не такие большие деньги. То есть... И на выходе человек, вернее, подросток, он, да любой, наверное, кто за их придет, получает какие-то навыки программирования, или он какую-то у него... Он получает уверенность в том, что он может идти дальше. Вот это самое главное. Что это ему интересно. Он может пойти дальше. Значит, далеко не все, опять-таки, так сказать, заканчивают, ребят, эти курсы меньше, чем поступает. Но это нормально. Кому-то это, так сказать, кажется сложно, кому-то это потом неинтересно, но это... Тема беспилотников. А вот беспилотники, это, ну, фактически, будущее. Это и настоящее, и будущее. Это тема с огромными перспективами и по беспилотному КамАЗу. Ну, не КамАЗ уж, а беспилотному большегруду, который сейчас реализовывается на КамАЗ программа. Есть и другие программы. Все-таки, расскажите, пожалуйста, о них. Все-таки это очень интересная тема, модная. И знаете, что это еще и не покойный интересный момент. Я, насколько понимаю, тема беспилотники занимается беспилотные грузовые машины, да, самосвалы или большегрузы. Занимается лаборатория Островызова. Где космос и где транспорт земной, который в будущем городах. Как это связано? Постараюсь объяснить. Вот смотрите. Значит, что нам удалось, по сути дела? Благодаря... Мы же ведь раньше этой тематикой не занимались. То есть, мы стали заниматься этой тематикой последние четыре года. Значит, и вот за четыре года мы наработали, так сказать, достаточно много компетенций. Так что, так сказать, вот КАМАЗ, который, так сказать, мы в Институте физики уже полностью обули электроникой, программным обеспечением, он проехал в беспилотном режиме, когда пускали Керченский мост. Это единственный вот КАМАЗ, который там проехал. Это был КАМАЗ, который мы делали в Институте физики. Имеется в виду не железо, а вот электронику, программный продукт. Дальше, это на самом деле чрезвычайно перспективная вещь. И я не думаю, что основное ее назначение это беспилотные автомобили на улицах. У нас все это работает и в беспилотном режиме, а тут у нас обрабатываются поля. И тогда, так сказать, нет там уставшего, так сказать, комбайнера. Да есть вообще опасные объекты. Антропогенный фактор. Да, это естественно. И поэтому то, что сейчас в основном говорят, я считаю, что вот такие вот применения, связанные больше с промышленностью, с производством и так далее, с добычей полезных ископаемых, они более перспективны на данный момент, чем вот улица и так далее. Теперь попытаюсь ответить на ваш вопрос, как вот космос, что у нас и почему так. Большинство, ну и, правильно сказать, даже весь практически на настоящий момент беспилотный транспорт, который создан, естественно, ему надо знать, куда как ехать, ему надо знать координаты. Как он может определить координаты, где находится в данный момент автомобиль. Так сказать, естественно, мы можем понимать, что вот она есть электронная карта, чтобы двигаться по этой дороге, нам надо понять, где мы находимся сейчас. Это ГЛОНАСС-ГПС. Абсолютно очевидная связь. Ну, естественно, кроме этого, это должны быть системы быстрого реагирования. Увидел пешехода, увидел там знак, увидел что-то, так сказать, это другой вопрос. Значит, наше принципиальное отличие, наше принципиальное отличие, оно заключается в том, что у нас есть ноу-хау, который мы внедрили, заключающийся в том, что без данных со спутников мы также можем достаточно точно управлять, и наш КАМАЗ сам может двигаться. Значит, это я не буду рассказывать детали, но в настоящее время у нас примерно на 20 километров движение 10 сантиметров ошибки в определении координаты, без ГЛОНАСС-ГПС. Представьте себе ситуацию, либо эта система сломалась, либо вы оказались в условиях, где, так сказать, ну просто не проходят эти сигналы, либо это тоннель, либо это какие-то карьерные разработки. И это все, оно абсолютно там не работает. Вот мы, то, что, собственно говоря, почему, так сказать, на самом деле, вот тут надо сказать историю. Дело в том, что КАМАЗ начал заниматься беспилотным транспортом с другими компаниями. Когнитив Технологиз. Да, Когнитив Технологиз, там, ВИСТ, другие компании, и был объявлен конкурс. И тогда мы этот конкурс своим предложением и начинали серьезно заниматься этой тематикой после того, как выбирали конкурс. В этом конкурсе, в том числе, МФТИ принимал участие. Мы этот конкурс выбирали именно, прежде всего, за счет того, что смогли объяснить, что использование вот двух способов определения координат, оно принципиально важно, и мы эти технологии можем внедрить. Особенно для нашей большой страны. И, так сказать, это был жесткий конкурс, это было первое, так сказать, большое финансирование, которое мы получили. На самом деле, в данный момент, это, вы знаете, что в конце прошлого года, в декабре, в Казанском университете был открыт центр КАМАЗ КФУ, и куда КАМАЗ собирается передавать большинство, так сказать, своих технологий, связанных с разработкой интеллектуальных транспортных систем, именно, так сказать, с проведением опытно-конструкторских, там, опытно-технологических работ, прежде всего, то, что мы умеем делать. И в настоящее время, вот, наверное, на зависть многим, у нас сформирован коллектив молодежи, средний возраст, там, я, честно скажу, не считал, но не больше 30-31 года, 100 человек, которые работают под этим задачам. Это их задача. Представьте себе, это вот, это в институте маленький институт. 100 молодых ребят под руководством, они занимаются этими задачами, потому что иначе меньшими коллективами эту задачу не решили. То есть, такой маленький, маленький татарский бостонс динамикс. Ну, а они работают в интересах КАМАЗа, да? Значит, вы понимаете, что когда мы работаем с коммерческими компаниями, естественно, мы, так сказать, имеем определенные ограничения с точки зрения, там, и разглашения информации, работы с другими, даже, так сказать, если вот мы что-то всерьез будем давать интервью на телевидении и так далее, мы должны тексты голосовать с КАМАЗом. У нас много тут каких-то... Но в данном случае, я в каком аспекте, возможно, вас подобно спросить. Ребята, которые придут к вам учиться, они могут пойти по этой стезе. Конечно. И они в этот коллектив вольются и по этой теме будут работать. И, соответственно, родители, которые... Кстати, вот вопрос, да, я постоянно знаю многим участникам, кто здесь сидел до вас, директорами института, испуган родитель, звонок. Мой сын хочет стать, в данном случае, астрономом. Звездочет. Да, то есть я понимаю, что для людей, которые не глубоко в этой теме, вы там уже объяснили, да, то есть в данном случае это ответ на ваш вопрос. То есть идти к вам на астрономию, это значит идти к вам делать беспилотные КАМАЗы и при этом зарабатывать хорошие деньги, обеспечить. Это же инвестиции, любое обучение инвестиций, родители, которые вкладываются в ребенка, в репетиторов, в его интересы, в ваши кружки, в конце концов, в небюджетную оплату обучения, он надеется получить выхлоп в плане того, что у него будет успешный ребенок, у них будет достойная старость. Это очевидно. Да, да, да. Я единственное, вот забыл сказать, просто вот сейчас удобно вспомнить, во-первых, вот все, что касается контрактного обучения у нас, значит, мы не делаем никакой разницы между бюджетными студентами и контрактными. Они учатся вместе, требования к ним одинаковые. Сказать, я заплатил деньги, я теперь уже специалист, требования, что к бюджетным, что к контрактным студентам одинаковые, абсолютно. Это вот наш принцип, и мы жестко этому принципу следуем. Значит, что касается, давайте вот буквально два слова я еще про наш коллектив, который занимается интеллектуальными транспортными системами. Я скажу так, что руководители групп, естественно, когда 100 человек есть руководители, есть руководители групп, они являются преподавателями. Неполной степени загрузки они преподают несколько курсов. Но то, что связано с этими системами, они лучше всех знают на данный момент и именно учат наших студентов. То есть мы всегда стараемся привлекать из других организаций на чтение каких-то курсов, преподавание каких-то конкретных дисциплин профессионалов. То есть мы никогда не говорим, что мы сами преподаватели знаем все сами. Вот у нас есть ребята, которые имеют эти компетенции. Ну я беру их там на 0, 1, 0, 2, 0, 3 ставки в зависимости от объема дисциплин, которые они читают, и они преподают нашим студентам. То есть мы стараемся всегда привлечь профессионалов к любому делу, что касается астрономии. Значит, на самом деле астрономия, ну бояться, наверное, здесь нечего. И я уже, так сказать, говорю так же, астрономия, если вот чисто, так сказать, мы говорим об астрономии и астрофизике, это все-таки научное направление. Это понятно, что ребенок будет заниматься наукой. Я вам вот когда рассказывал про наше направление астрономии, говорю, что у нас есть разные вариации. Он может и стать педагогом, то есть если ему что-то не понравилось, мы даем ему возможность пойти, так сказать, в другое направление. Либо эксплуатировать, так сказать, или разрабатывать астрономическую технику. Это тоже очень интересная задача. Но вот чтобы, как бы, наверное, там не напугать родителей, а сказать, что у нас все очень неплохо и интересно, я скажу так, значит, что... У нас есть, естественно, так сказать, обсерватория недалеко от Казани, но практически научного оборудования там в настоящий момент нет. Значит, наш полутораметровый телескоп стоит в Турции. Вы знаете, что, ну, примерно вот в течение ближайшего месяца будет запуск нового спутника с двумя рентгеновскими телескопами. Значит, один телескоп будет, который сделали в России, и один телескоп, который сделан в Германии. Наш, благодаря тому, что у нас есть квалифицированные специалисты, умения, в этом смысле мы с помощью нашего телескопа в Турции сопровождаем данные измерения этого спутника. Мы тот университет, который к этой большой космической программе по исследованию всего, что неизвестно нового вокруг нас в галактиках и очень далеких, мы непосредственно принимаем участие. Это очень интересно. Представьте себе, что университет будет получать всю информацию и осуществлять наблюдения по самым современным последним данным. Все, что связано с космической астрономией. Есть прикладные направления. У нас есть новый телескоп, который мы установили на Северном Кавказе рядом с специально-эстрофизической обсерваторией. Значит, он имеет такое название «мини-мега Тортора». Вообще говоря, как бы загадочно. Тортора – это в Чили голубка, которая очень быстро крутит головой. То есть это маленькие телескопы, которые могут, умеют быстро настраиваться. А «мини-мега» это означает следующее. У нас эта система телескопическая состоит из девяти не очень больших телескопов. Но благодаря компьютерам мы можем изображения, то есть они могут одновременно наблюдать либо за всем небом, либо переходить в одну точку и складываться в компьютере наблюдения от всех телескопов. То есть мы можем либо широко наблюдать, либо превращать телескоп. Примерно так же, как недавно буквально фотографии черной дыры получили. Насколько я знаю, там было несколько этих... Несколько мест наблюдений. Там было так, да. Да, несколько точек. А скажите, а вот нет ли определенной обиды, связанной с тем, что все-таки есть знания, да, есть интерес к космосу? А сама наша страна в последнее время в космосе теряет лидирующие позиции, очевидно теряет. И когда смотришь, как европейцы, американцы, японцы отправляют спутники, не спутники, а летитмепланетные аппараты, к каким-то небесным телам, планетам, выходят за пределы нашей Солнечной системы, я знаю, что еще в 15-м году должна была стартовать, когда в Казахстанском институте участвовал, в вашем институте участвовала программа лунные разработки, луннокоп, так называемый, да, еще в 15-м году должны были запустить, в итоге отнесли на 19-й год, и в итоге сейчас даже неизвестно, когда это возникнет, а работы-то ведут, люди включаются, проявляются интересы. Нет такого, чтобы люди выгорают, в конце концов. Вот я бы сказал так, вы знаете, наука, она, так сказать, естественно привязана к финансам, это очевидно, да, все это понимают, разработка оборудования естественно привязана к финансам, но я бы сказал так, что я надеюсь, я более того, я, скажем так, уверен в том, что в ближайшие годы будет сформулировано вот это вот направление, в котором наша страна выстрелит в космосе. Потому что вот все то же самое, так сказать, там, в Китае, на Луну, мы на Луну, там, и так далее, это уже не выстрел. Это надо, так сказать, думать, что мы можем там сделать с точки, скажем, ископаемых там на Луне, там, это должна быть прикладная задача. Но если вспомнить историю, когда мы говорим, что мы были такими успешными в космосе, на самом деле первый спутник. Если себе представить, что это такое, по сути дела, это небольшой спутник, который имел передатчик, который делал пип-пип-пип-пип, и он делал это уверенно так, что услышали многие. Если бы Советский Союз в то время захотел бы сделать систему более сложной, то он провозился бы еще год-другой, и мы бы не были первыми в космосе. Надо уметь правильно выстрелить. То же самое с выходом, так сказать, первого человека в космос, да, все видят, так сказать, время первых этот фильм, там, замечательно снятый. Поэтому, вы знаете, я могу сказать так, что вот в завершение мне, на самом деле, с очень многими людьми, так сказать, связанными с космонавтикой, повезло в жизни общаться. Вы, наверное, помните, что вот два года назад у нас в гостях был в институте Алексея Кипчелионов, значит, и многие другие люди регулярно приезжают, так сказать, и выступают у нас с докладами. Поэтому, обидно оно, на самом деле, не должно быть, потому что в любом случае любые знания не будут использованы. А вот тогда, когда люди, ну, я бы сказал, обижаются действительно, значит, они не так много знают. На самом деле, речь, работы ведутся. Значит, если говорить, вот, да, мы там что-то там не звучали, да, но я знаю, как наш институт с нашим, там, телескопом в прошлом году принимали участие, когда китайцы роняли свой спутник Тенгунь-1. И мы каждый час сообщали, так сказать, данные о том, как идет спутник по какой-то траектории, как основного, там, телескоп, именно, это Северного Кавказа бы. Не закрутился ли он при торможении и так далее, и это была огромная работа, и мы при ней принимали участие. То есть, телеметрию. Телеметрию, потому что, если он там, допустим, закрутился, сбился с траектории, он может упасть на территорию нашей страны. Каждый, так мы передавали данные, так сказать, в Институте по рекламной математике Минькелдуша пересчитывались в постоянной траектории. Все это определялось в реальном режиме времени, это, на самом деле, огромная задача. И хотелось бы больших успехов, но все сразу не бывает. Мы буквально заражаемся вашим оптимизмом, и на дальних тропинках далеких планет останутся наши следы все-таки. И хочется поблагодарить за столь замечательный экскурс в то, что связано с физикой, в такую замечательную беседу. И для вас, дорогие телезрители, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был директор Института физики Казанского федерального университета Сергей Иванович Никитин. Большое вам спасибо. Большое спасибо всем телезрителям. Большое спасибо вам за замечательные вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.